Справедливости ради признаем, что нарушение правил пожарной безопасности явление в регионе частое. Как показали массовые проверки прошлых лет, не являются приятным исключением торговые центры. При этом в преддверии Нового года там ожидаемый ажиотаж и наплыв покупателей. Но готовы ли такие здания к возможным чрезвычайным происшествиям? Сегодня с личной проверкой в несколько центров отправился Павел Желудев. Пожалуй, сейчас назвать более популярные места для горожан, чем торговые центры, не получится. Это действительно и место отдыха, и место для покупок. Посему и спрос к подобным заведениям должен быть серьезнее, особенно в вопросе пожарной безопасности. После трагедии в Кемеровской Зимней Вишне все торговые центры в стране прошли серьезную проверку. Но время идет, и люди меняются. Соответственно, и отношение к своим обязанностям может измениться. Это мы сегодня и проверим с помощью скрытой камеры. Чтобы убедиться в том, насколько отдельный торговый центр отвечает требованиям пожарной безопасности, не всегда обязательно быть экспертом. Иногда достаточно проверить отдельные, видимые глазу моменты. Вооружившись знаниями, мы отправляемся в карамель. По результатам межведомственных проверок в прошлом году торговый центр даже закрывался для исправления недочетов. А сегодня мы выясним, изменилось ли что-то с момента возобновления работы. Для начала поднимем взгляд на потолок. Есть система тушения. Весь потолоком и увешан. Вот план эвакуации. Вот черная точка, представьте, это где мы находимся. Это всегда важно. И, соответственно, вот у нас есть два выхода отсюда. Один направо, другой налево. План эвакуации, тревожные кнопки, датчики и распылители. Базовый набор, способный обеспечить безопасность. В эту же категорию попадают и огнетушители. Но тут есть нюанс. За все время пребывания внутри торгового центра мы обнаружили лишь один красный баллон, который находился на виду и которым в теории можно было воспользоваться. Следующий уровень – эвакуационные выходы. Найти их оказалось нетрудно. На стенах есть специальные указатели. Но дальше не все так радужно. Лестница довольно-таки крутая, кстати. Отсюда можно очень сильно навернуться. Смотрите, какая высота. А вот это действительно очень ловко. Держаться за поручень, за который невозможно держаться. Он к сети не прижат. Как вы можете видеть, держаться за него не получится. Ну, вот, собственно, наш выход. Либо на первый этаж, либо на улицу. Попробуем выйти на улицу. Не понял. Эвакуационный выход закрыт. Не исключено, что здесь работает так называемый магнитный механизм. Когда после сигнала о возгорании двери открываются автоматически. Так это или нет, мы сейчас не узнаем. Но ограничиваться одним торговым центром в ходе проверки мы не намерены. Отправляемся в соседний объект – торговый комплекс. Он в свое время также был источником жалоб от покупателей. В частности, на закрытые эвакуационные выходы. Заходим внутрь датчиков, распылителей и огнетушителей. Здесь, на первый взгляд, достаточно. Только этого мало. Вот, собственно, огнетушитель есть, а ключей, чтобы его достать, нет. Опять нет ключей, опять нет ключей. Ключей здесь нет вообще, похоже. Ключи должны быть обязательно. Ведь воспользоваться огнетушителем в теории в случае пожара может любой посетитель. Но как это сделать, если достать устройство не получится? Зато в избытке здесь планов эвакуации. Они буквально на каждом столбе. Собственно, следуя по специальным указателям, мы двигаемся в сторону выхода, который должен спасти наши жизни в случае пожара. Но только не здесь и только не сейчас. Ну, вот он, выход при пожаре. Как вы можете видеть, запечатан всеми возможными способами. Выход при пожаре только для своих. На таких дверях магнитных замков нет. Отпереть их можно лишь обычным ключом. У кого он находится, неизвестно. И эта неизвестность пугает больше всего. Трагедия в Кемерове, унесшая жизни 60 человек, произошла всего полтора года назад. А некоторые, кажется, уже успели об этом забыть. Главное, чтобы вспоминать не пришлось на практике. Павел Жоудев, Виталий Перетолчин, новости по будням.